В Висагинском культурном центре открылась выставка моделей парусников и радиоуправляемых судов. Все экспонаты выставки созданы за последние два года в лаборатории судомоделирования Висагинской академии творчества и искусств. Работой лаборатории вот уже почти четверть века руководит педагог ВКМА Владимир Муравьев. За это время он воспитал сотни учеников и создал солидную материально-техническую базу. Под руководством Владимира Висагинские судостроители постоянно участвуют в соревнованиях и конкурсах по стендовому моделированию, являются 12-кратными чемпионами Литвы и регулярно занимают призовые места в любых соревнованиях. Также стоит отметить, что в лаборатории судомоделирования ВКМА модели судов создают не только школьники, но и взрослые. Мы первый раз в этом пространстве выставляемся и благодарны Центру культуры, что появилась такая возможность сверкнуть нашими моделями. До пандемийных времен мы постоянно участвовали в конкурсе международном стендового моделирования в Вильнюсе. Он всегда проходил. Но что-то после пандемии сломалось и в этом году этот конкурс не проводится. Но мы все модели подготавливали именно к маю. И чтобы вот это все не терять, мы решили выставить и порадовать наших весагинцев. Всего на выставке представлены 46 моделей. В основном это парусники, но есть в экспозиции и действующие радиоуправляемые корабли. Несколько моделей созданы по мотивам приключенческих фильмов «Водный мир» и «Пираты Карибского моря». На примере представленных на выставке экспонатов можно проследить этапы судостроения со средних веков до наших дней. Когда мы записывали этот сюжет, на выставке побывали ученики про гимназию Геросис Вильтес. «Нравится вам эта выставка?» «Да, очень нравится даже. Она прекрасная, она волшебная, очень красивая. Здесь очень много впечатлительных кораблей, которые делали люди. Очень красивые. Очень впечатляют золотые особенные корабли. И которые делали по два года. Это очень старательные люди, которые всякое напридумывали там всякого и корабль положили. «А нет желания пойти заниматься судомоделированием?» «Ну, можно было, если была бы возможность. Да, возможность была, и если мама разрешала. «Вы еще, может, подумаете над этим?» «Да, хорошо». Выставка будет интересна и взрослым. Ознакомиться с экспозицией можно в выставочном зале Седулина по адресу Вильтес 5. Выставка будет открыта до 26 июня. Приходите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова